обходи это кольцо позирую на камеру короче ну не знаю что здесь камера есть расслабься посмотри на прямо вон туда где гора машукская место за главный ход есть легенда сейчас погоди со своей легенды давай вот это сейчас я сниму здравствуй здравствуй породись я мешаю да рассказывай легенду давным-давно когда на месте поселка капельница располагалась поместье богатого князя случилась эта история подрастала в хоромах князя красавица дочь и как это часто бывает влюбилась на бедного кузнеца который работал и батюшки влюблены не могли и дня прожили встреча друг с другом в один из таких дней отправились на дальние злописные пруд купаться девушка осталась на берегу собирать цветы а юноша нырнул в прохладную чистую воду рекламная пауза ну что сегодня погода как раз соответствует для прогулки в парке думаю долго останавливаться на этом не буду в принципе все можно рассмотреть сейчас потихоньку пройдемся посмотрим что здесь есть это у нас что его вроде похоже на его так но в ту сторону я пока ходить не буду сейчас перейду на другую сторону по мосту или не перейду что-то он слишком низко прыгать нежелательно с той стороны тоже особо не перейдешь какая-то канатка или не канатка но не знаю трос протянут в ту сторону куда-то протянут где-то там но если там есть на что смотри то туда позже подойдем где спускаться пока не рискну видимо видимо там какой-то источник вода спрессу там течет распрыгнем здесь там тоже течет чего я тебя не слышу что ты там рассказываешь что они за снимет огромное что стоит черная рыба вон рыба много штук видишь куда снимаешь ниже вот это рыба я думал это водоросли не-не-не не-не рыба стоит блин вон вы такие вон еще вон еще аж видно черные облака черные тучки такие рыбы ну глянем что у нас тут за вода течет во всей видимости какой-то источник откуда он течет по земле трубы не видно так же с вами скажут откуда водичка холодная на вкус непонятно но пить можно там тоже капает хорошо он лазит ищет рыбу думает с ней познакомиться наверное поближе так ладно глянем что здесь откуда течет ручеек да куда-то из-под земли течет судя по всему по всей видимости для земли вон сколько течет с земли самой выглядит хорошо в одну глубьемся дальше смотрим что у нас за статуи тут вот здесь тоже что-то интересное про рыб видимо пишет карпы или кои с той стороны и зачем так приблизительно не надо что-то экопарк батаринский батаринский кто знает правильно а здесь на скамейке тоже возможно что-то будет написано в время на года написано ладно пойдемте дальше 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 это тоже это уже много Ночью светлее. Сложно сказать, кто это. Ну, видимо, какой-то ящер. Это у нас орел или сокол. Кто это? Наверное, все-таки орел, хотя очень маленький для орла. Становимся на соколе. Вот так вот. 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 Да. Воздух, в принципе, чистый, но чувствуется запах грязной воды. Елочка из бутылок, но можно, в принципе, сейчас глянуть. Хотя там тоже что-то дальше есть. Давайте позже. Позже я туда вернусь. А пока, пока пойдем в эту сторону. Зал для дегустирующих и торжественных приемов на 110 персон. Ну, видимо, это было когда-то давно. Даже потерлось, что тут написано. При Шато действует не знаю, что бывает, наверное, напитков из сувениров Кавказа. «Прием заказов на устройство пикников и доставку провизии». Ну, то, что ниже написано, это видно, в принципе. Паучки плавают. Одно увижу, теперь и вы будете видеть. Водяные паучки. Зайдем на мостик. Какой-то он неровный. Левая сторона больше упирает, чем правая. Вверх. Снимай, снимай. Ты собрался помыться, да? Рыбу зовешь? Ага. Вот она, эта канатка как раз, которую с той стороны мы видели. Она приходит сюда, к этому дереву. Здесь подвязана. Возможно, раньше люди катались. Сейчас, видимо, это уже запрещено. Это что такое? Возможно, какое-то лосо для рыбы. Ну, выглядит так, как будто это заградительная зона для чего-то. И, кстати, показал, не показал, но здесь спуск есть. Спуск в воду, на воду. Подарочный сертификат, княжная мэрия. Позакрасили. Уже не так, как было раньше. Классно. Вот и камера. Все тут на съемке. Не я один снимаю. По всей видимости, территория не такая уж маленькая. И здесь она не заканчивается. Можно выйти еще сюда. А может и нет. Там где-то вода бежит. А вот источник. Еще один. Сколько этих источников здесь, а? Да много. А вода одна, да, везде? Да, на вкус такая же вода. Орех. Я думаю, что упал. Где ты упал? Воду? Нет. А зачем ты туда попер? К рыбе хотел? Ну да, я же сейчас поговорил. Ну что, поздоровался? Да. Так, здесь не пройти, значит. Что там сверху? Ничего интересного? Там люди живут или что? Вот эти домики сверху. Да. Ну ты не ходил туда? Нет, там ничего интересного. Вот. Хорошо. Нет, туда мы не попадем. Там водичка вытекает. По всей видимости отсюда. Что? Говорю, отсюда, из этого пруда вытекает водичка вот сюда, в траву. И туда уже никак не попасть. По траве идти смысла нет. Так, ну там видимо уже люди живут. Туда вообще смысла нет идти. Выйдем сейчас в том месте, где елочка была из бутылок и глянем, что там еще интересного есть. Дальше Ива у нас, да? Полокучая Ива. Да. Тоже так. В смысле тоже? Ну, источник по 4 точно. Да, логично. А что за здание, ты не знаешь? Не слышал ничего? И почему там ручки нет на ней? Просто не нашел дверь. Дверь я нашел, но ручки не было. Значит, ты просто открываешь изнутри и где-то. Угу. Вот, в принципе, даже видно, какой неровный мостик. Сейчас Алексей свернем налево. Там елочка из бутылок. И еще куда-то ход. Можно, конечно, показаться. Это тоже парк считается, да, Алексей? Да, если что, то же самое, что это. Не знаю. Вот это ты должен сфоткать, я думаю. Заманить. Выглядит прикольно. Да, но нет. Ну, необычно. Сложно сказать, насколько дорогие эти бутылки. Ну, думаю, тысяча две, может быть, стоят по каждой. Президенция Деда Мороза на КМВ. Вот он главный вход, видимо. Вот он главный вход, видимо. на КМВ. Так. Возерок Арас. Балтийский заказник. Загородный комплекс Хоббит Тон. Видовая вышка. Загородный клуб Шато. Конно-спортивный клуб Сержава. Батальянская пещера. Стадион. Бак Соленые озера. Батальянская пещера. Загородный комплекс Широкая балка. Правила поведения. Смотрим и не нарушаем. Не дай бог, кто-то что-то нарушит. Не дай бог. Так. Вот там еще что-то есть. Там, видать, дальнейший путь. Давайте взглянем на озеро. А потом уже пойдем куда-то дальше. Фонарь тоже прикольный. Алексей, идем дальше? Или ты посидеть захотел найти палочку? Здесь тоже бьет хорошо. Ты в спираль попал. Тут надо виноградник пустить. Это что с ним? Сова Филин? Как его звать? Кажется, он умирает потихоньку. Что это за прикол массажная тропа? Вот тропа, по которой нужно босиком ходить, но она пока не подготовлена. Но это прикольно что-то. Она была какая-нибудь подготовлена? Да, была. И когда приходи сюда? Я не знаю. А, это еще тропа? Что так мало? Что так мало? Скучновато. Ну ладно. Обойдем пруд. Тут вообще грязная вода. Опа. Опа. Вольтых. Скворечник. Так. Этот путь уже куда-то дальше ведет, видимо. Так. Так. Этот путь уже куда-то дальше ведет, видимо. Что у нас это с дерева? И тут Ива. Так. Вот там сверху что-то уже, видимо, интересное начинается. Сейчас посмотрим, люди там рыбачат. Иначе там вода. Здесь. я не алексей меня александр знакомы ничего завода завода а евгений да да можно как бы и на ты не обязательно не настолько популярен хорошо ладно приятно познакомиться как тебя никита хорошо александр ну как ребят получается поймать что-нибудь уж не против что его снимаю потом и вы попадете ко мне на youtube и вы будете популярны ну что что стороны пока не пошел решил вернуться прогуляться здесь а там уже когда тут все смотрим пойдем к башне вместе с алексеем глянемся что я упустил еще замочки тоже интересная тема что пишет тут замок вообще мощный неубиваемый кто знает почему замки вешают все на одно место то сколько спорс пустого места свободного и все вешают в одно да так больше вероятности что что-то сбудется что любовь будет вечная по всей видимости правильно понимаю да я тут это своих фанатов встреч фаната одного чувака одного встречи неожиданно ты все равно не знаешь просил чтобы ему рассказал камне обрабатывающим в минводах короче башня у нас там находится понял в той стороне куда ты на башню в ту сторону сейчас подожди теперь ты подожди ежик посмотри на пруд с этой стороны тут у нас турнички даже есть это нифига себе кто-то тут даже занимается для кого-то построено кто-то мог кто-то мог ожидать что это будут турнички а вот здесь люди видимо кастры жгут жгут хорошее место и погода тоже приятно не жарко при этом не особо холодно даже не холодно хорошо и комаров нет так что все замечательно а какая у нас тропа река под комок наверно это мы сейчас по прудам будем идти в общем мы с той девочкой мы отменялись контактами потом немного поддерживали связь подписали все где-то на динам и я тебе кажется тоже рассказывал о том что когда я был в Норильске так у вас удачно сложилось а ты висеть собрался спортсмены до сюда надо с мячиком приходить странно погода такая хорошая и кого даже и нет тут а есть во что ты предлагаешь своим рюкзаком вот она башня куда нам сейчас надо дойти та самая вышка а это у нас не развалка случайно со железной скорее всего да они железно не видно а бутылка играть до аук алексей давай на забег на держи держи телефон а я я я мы мы нас с мы 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 побежишь почему водичку жалко разольется не умеешь печально обидно досадно ну куда дальше идем куда обратно по траве не выйдем ты что озеро до на 12 сантиметров колючка там кони стоят разве колючка это какая-то типа мельница кошка в кустах белая если это она вроде она но особо то и не видно ничего а вот это а я на том пруду смотрю белая чё-то я думал там кошка этот пруд мы увидим а следующий уже нет получается направо надо будет свернуть значит есть это вышка на карте у меня купание и ловля рыба запрещена частная территория чем какая рыбалочка ты что нельзя запрещено видишь камера как пишут даже камера стоит но по всей по всей видимости на другой стороне берега стоит вагончик у там возможно и камера стоит хорошая которая всех будет видеть вода издалека оказалось почище чем чем здесь потому что это на собак вроде нет камер они тебе отвечают да или ты им отвечаешь что это что это история иду я значит иду вот сюда заворачивая а тут сидит там два троя и жрет как огромная я думаю блее господи если на меня побежит я убегу и слава богу она противоспускует просто а я очку я здесь проходил его выскочит на меня и сожрет ага все сказочки конец и кто слышал молодец да все у нас остался прямой путь столб тоже с какими-то обозначениями это тоже какая-то оздоровительная тропа что ли ну да так и есть скорее всего там сидит охранник видовая вышка 500 метров там же если идти еще на горка соленое озеро можно попасть через три с половиной километра идем нормально за три с половиной километра нормально если на такси так вот мы почти уже возле вышки тут столько цветов кровоклассно конечно здесь растет ясенец что очень губительно для дыхательной системы человека вот такая вот фигня бадан ясенец так далее много у него названий поэтому лучше его не вдыхать и с ним не конфликтовать и ни в коем случае дома к себе не брать так что место красивое довольно таки забираться тут в принципе не сложно мы уже практически дошли вот сейчас я тоже в принципе могу зайти пройтись тут возле цветков для наглядности вот там вообще круто сколько тут синих цветков это что камень белый там ясенца прям вообще море вы только гляньте вот это наросло да да я тоже пока гляньте гляньте сколько их тут все самое время сейчас клещей и змей так что welcome to the club вот это тоже что то интересное что это какая то петрушка что бы это могло быть да долина цветков прям да ведь они только начали расти что будет когда они уже зайдут все залезем чуть выше жалко это не сирень было бы круче вот там в основном синие уже можем туда дойти и выходить отсюда чтобы сильно не губить своей дыхательной системе сколько синих цветков целая поляна а он как раз и другие пруды на которых шла речь когда и они тогда у нас с Алексеем об этом общались ну в общем ладно я возвращаюсь на дорогу и оттуда сейчас совершим подъем до башни так четыре